Я тут обещал человеку ответить на его комментарий при помощи видео. Тест. Некто тест. Три часа назад изменено, редактировано. Написал следующее. Странно. Таран выступает за мир, а при этом гонит на Минские соглашения формулу Штанмайера, называя ее хренью. Прикрываясь тем, что это ничего не решает, только продолжение войны. А теперь, Таран, последи за логикой такой. Формула Штанмайера – это официальная легализация Донбасса со стороны Украины. А любая официальная легитимизация Донбасса, неважно в какой формуле, хоть по три солумобы, сразу открывает перспективы влияния Донбасса на киевские власти, как непосредственно, так и через международные суды, со всеми вытекающими отсюда последствиями, как то расследование Одессы, Луганска и т.д. По сути, легитимизация Донбасса – это де-факто потеря легитимизации киевской хунты, разрушение бандеровской идеологии. Потому что Донецк не враг. Россия не враг, так как поддержали легитимную территорию, что есть норма. Ну, можно же так просто проследить логику или нет? Я скажу, что тест наслушался лекции или выступления очень разных авторитетных людей, и на самом деле логику теряет в каждом слове. Объясню почему. Безусловно, на уровне 15-го года Минские соглашения послужили инструментом фиксации состояния, при котором ни войны, ни мира. То есть конфликт по линии разграничения, даже в виде прокси войны, которая начиналась не Россией, был зафиксирован. И таким образом война приобрела вдвяло текущий характер, и таким образом прекратились танковые сражения, масштабы в Курской дуге. Это, наверное, хорошо. Тут не поспорить. Но с того момента прошло 4 года. Россия изменила свой статус на мировой арене. И прокси война, а Донбасс легитимизировать, ну, честно скажу, я не понимаю зачем. Вот давайте возьмем, например, интересы простых жителей отдельных вот этих регионов Донецкой и Луганской области, которые называются ЛДНР. Если спросить любого из них, даже находившегося под бомбежками, даже находившегося под военным давлением, то любой из этих людей скажет, что они хотели бы откатить ситуацию, чтобы Украина была не русофобская, не бандеровская. Она не была бы колонией НАТО. И чтобы была возможность жить в большой Украине на тех же условиях, как это было раньше. Вот это является основной целью простых людей. Какова цель олигархов, которые развязали эту прокси войну? Они, активы, сосредоточенные в этих регионах, хотят капитализировать, хотят использовать в качестве аргумента при торговле с теми людьми, которые переформатировали Украину в 2014 году. Это исключительно олигархическая война. И легитимизация Донбасса, а следом за ней пойдет легитимизация Харькова, легитимизация Одессы, легитимизация Луганска, Это всего лишь навсего феодальная раздробленность. В каждой из этих областей или в отдельных районах этих областей воцарятся определенные князьки. У них будут территориальные батальоны, то есть силовой блок. Они будут строить таможни между регионами. Точно так же, как таможню построили между Луганском и Донецком. Вы себе никогда не задавали вопрос, а что такое таможня? А это контроль над контрабасом. Вы никогда себе не задавали вопрос, что такое таможня между ЛНР и ДНР? И как олигархи торгуют контрабасом на территории, которая называется у спецслужб, территория спецопераций? Вы никогда об этом не задумывались? То есть, когда вы говорите о том, что Донбасс нужно легитимизировать, вы в интересах олигархов, которые торгуют контрабасом на этих серых территориях, непризнанных, вы фактически топите за олигархический кошелек. Вопрос. А сколько вы от олигархов получаете, если у вас не хватает ума свести одно с другим? Вы, наверное, получаете зарплату, если вы выступаете на стороне олигархов, но не на стороне простых людей, которых используют как расходный материал. На них испытывают и 155-мм снаряды гаубиц производства НАТО, и минные обстрелы. Люди там просто расходный материал. Вы этого не понимаете? А вам не кажется, что делегитимизация майданной власти в Киеве делается вообще-то не через Минск? Вам никогда не казалось, что в тот момент, когда, если бы эта версия была справедливой, когда юго-восток Украины не согласился с государственным переворотом, что должен был сделать юго-восток в 14-м году? Он должен был возглавить движение за освобождение Украины от мятежной власти. Это что, произошло? Нет. Только потому, что эта прокси-война по доверенности сразу была создана плечо. Знаете, такой майдан и антимайдан. Антимайдан никаких стратегических целей не ставит, он только всячески кричит, что все враги и все нехорошие люди находятся там. И таким образом создает условия для войны на десятилетие. Минские соглашения это хороший инструмент для фиксации перевода войны с очень горячей фазой в фазу ни войны, ни мира. Но завершать государственный переворот Минские соглашения не в состоянии. Для того, чтобы завершать государственный переворот Донбасс или другой субъект, потому что я не уверен, что Донбасс вообще имеет какую-то субъектность. Это просто инструмент для ведения прокси-войны, ни более, ни менее. Так вот, субъект должен появиться, который проведет информационную подготовку, разложит все по полочкам и таким образом приведет общественное мнение к необходимости переформатирования Украины, при которой Украина в один прекрасный момент, Донбасс может даже за ней не успеть, перестанет быть бандеровской, а Донбасс будет по-прежнему кричать, что он идет в Россию, что хохлы наскакали, что это бандерцы, это наши исторические исконные враги и всячески будет поддерживать состояние войны на десятилетие. Вот что надо понять людям, которые наслушались разных авторитетных спикеров, но сами думать не умеют и фактически выдают свой интерес в том, чтобы наполнять кошелек олигархических кланов, зарабатывающих на этой войне.